здравствуйте добрый день девчонки вот я снова в паду я как всегда иду как всегда иду в центр лешик где продают все что было был бы уделю со немножко грустные новости сегодня только что посмотрела и новости дневные потому что уже много дней не смотрела новости не до телевизора было ой к 8 марта все идет в италии на 8 марта дарят только мимозы женщинам и женщины встречаются сами собою отмечать мы тоже понедельник должны пообедать с моими подружками эстетистками в суши сашими если я никуда не уеду то я с ними пообедаю в общем новости такие баллоне сегодняшнего дня закрылась на красную зону баллоне и модена баллоне и модена закрылась на красную зону и милан вся ламбардия сегодняшней сегодняшней полночи закрывается на темную оранжевую зону где все школы будут закрыты у нас вене то тоже увеличились инфекции заражения в одном классе из двадцати четырех детей 12 детей были инфицированы английским вариантом вируса зараженные то есть и вообще в италии сейчас около 50 процентов заражение английским вариантом вы представляете один какой-то доктор ученый сказал что зря начали делать вот это вот уколы вакцинацию потому что вот эти вот варианты другие это вот химеры химеры главного вида вируса в общем опять все идет как говорится к черту я так надеялась что к весне откроются границы между областями между регионами что я буду ездить милан баллонию баллония всего один час отпаду я на поезде думала покажу вам стрит стайл эмилия романа баллонези миланези к сожалению наоборот все закрывается это так грустно и так печально у меня просто нет слов я хоть рада что съездила вазала потому что хоть что-то новое посмотрели я сама была удивлена красотой уазала красотой пизаджи вилл натура даже челеджа черешня зацвела там от солнышко 10 дней первый раз такое чтоб 1 марта зацвела челеджа черешня кстати в италии очень много продукционе выращивают эти черешни особенно сверху манте-гротто на холмах и как раз таки вот в регионе рядом с модана очень много плантации с черешней здесь очень большие черешни но очень дорогие 1 килограмм 12 евро по-моему что я еще хотела рассказать да кстати друг вот моего друга рассказал что он заразился этим этим вирусом боже мой откуда эти звуки хочется так немножко он рассказал что он когда-то переболел заразился малярии в африке в легио в легионаре он был легионаров французский легион и очень сильно болел этой малярии потому что они были еще и в лесу далеко от вот докторов и аптеки и в общем смотрите сегодня хоть и туманно утром сегодня проснулась такой туман такой туман я была в шоке даже не ожидала так это мы уже смотрели по моему да да так вот и вот он недавно месяц назад заразился опять вот этой вот новый новым вирусом нашим сегодняшним всего мира и сказал что по тяжести болезни такая же как малярия почти те же симптомы та же боль те же ощущения я такая подумала тогда тогда это наверное очень на самом деле страшная болезнь потому что малярия же это вообще от него же умирают если вовремя не получают лекарства лечение малярия вообще очень опасны опасные вирусы вирусы или бактерии не помню прямо в кровь проникает через укусы комаров и шок получает до организм и получается что если он сравнил переболев если он сравнил переболев этой малярии ощущение болезни такие же как малярия то это вообще малярия или малярия я не знаю малярия наверное да вот теперь смотрите если если те же ощущения та же степень боли это не очень хороший вирус для человечества поэтому чуть-чуть вот об этом ой смотрите патрице пепе какой платье повесили для девчонок стройненьких стройненьких и худеньких девчонок девочек при певочек так вот я немножко взгрустнула посмотрев сегодняшние новости двенадцать тридцать когда я смогу поехать так вот видите контаджи контаджи и наумента венита арийский аранжоне в общем это еще мне вчера написала моя маникюрщица потому что я вынуждена была поменять дату аппунтамента с нею так как я была в азолу предпочла снять видео азола погулять там чем сидеть и делать маникюр и педикюр маникюр и педикюр никуда не убегут а азола в солнечный день это была такая красота такая красота я была просто с открытым ртом так насладилась красотой у архитектуры и пейзаж буду хотелось бы почаще возвращаться в такие места как азолу и получается что получается что так пойду я выпил кофе где я выпил кофе так как позавчера я была в так как я позавчера была в терме вчера в азолу я даже кофе не выпила два дня мне-то хочется кофе но у меня нету зависимости от кофе могу пить могу не пить просто когда в терме лучше не пить чтобы быть более релосата лучше пить там тизаны такие классные успокаивающие поэтому девчонки каждый день какие-нибудь неприятные новости к сожалению я поменяла маникюр педикюр на завтра на час 30 я так надеюсь что успею до оранжевой зоны если вдруг будет оранжевая зона впадово съездить завтра к моей девочке украинки я ее даже не могу рекламировать потому что опять эти хейтеры шпионки достанут достают наверное достанут даже мою маникюрщицу потому что вот никого им нельзя показывать это что за жизнь всех надо прятать потому что цветочки продают голубой цвет потому что все все выставят на платформу ютуба и фейсбука от греха подальше я стараюсь никого и ничего не показывать имена и фамилии не говорить поэтому девчонки всем пока всем доброго дня пойду найду себе какое-нибудь место спокойно и без музыки без дрели без рабочих где спокойно можно посидеть выпить кофе всем пока вот вам манго палаццо вот вам молодежь кеды таки красивые у девочки красно-белая так палаццо бог но все это смотрели может быть не смотрели к те кто только что подписались я не знаю девочка в белом плаще или пальто посмотрим боже мой я не могу нажать на увеличение ну что ж такое поздно поздно пить боржоми пока я нажала девушка убежала далеко девушка убежала далеко пока я нажала так у манго все тоже всем пока 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 пока